Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Джордж Оруэлл. Первая мировая война, а затем и российская интервенция в Украине нанесли разрушительный удар по экономике страны. В руинах лежало машиностроение, железорудное угледобывающее промышленности и практически вся металлургия. Но более всего пострадало сельское хозяйство. Сократились пассивные площади, ухудшилась обработка земли, крестьяне остались без основных средств существования. Однако политика военного коммунизма силовыми методами требовала от Украины выполнение нереальных планов хлебозаготовок. Зерно эшелонами вывозили за границу и в Россию. Это привело к массовому голоду, который был в 1921-22 годах. На политику Кремля Украина отреагировала волной забастовок. На протесты вышли рабочие Киева, Одессы, Харькова. Лидер большевиков Владимир Ульянов-Ленин и его партийные соратники вынуждены были признать несостоятельность политики военного коммунизма. Центр решил сделать тактический ход. В стране провозгласили НЭП, новую экономическую политику. Что вынудило большевиков пойти путем новой экономической политики? Военный коммунизм себя исчерпал. Такими методами больше нельзя было управлять страной. Какая важная задача стояла перед НЭПом? В Украине множились крестьянские восстания. Их рассчитывали утихомирить после представления народу частных предпринимательских инициатив. Чего ожидали от НЭПа главные идеологи советского коммунизма? Большевики расценивали в рамках тактики один крок назад, два кроки вперед. Большевики расценивали новую экономическую политику в рамках тактики. Один шаг назад, два вперед. То есть накормить и закрыть рот голодным, а затем уничтожить своих политических оппонентов. НЭП и Украина Военный коммунизм себя исчерпал. Такими методами больше нельзя было управлять страной. Страна лежала в руинах, экономика была полностью разрушена, сельское хозяйство и промышленность пришли в упадок. Россия была отброшена на несколько шагов назад по сравнению с 1913 годом. Кроме того, политика военного коммунизма подверглась мощному сопротивлению как со стороны крестьян, так и со стороны рабочих. Сложившейся ситуацией была недовольна даже верхушка большевистской партии. В марте 1921 года лидер большевиков Владимир Ульянов-Ленин созвал 10-й съезд Российской коммунистической партии. Он предложил единомышленникам временно отойти от политики военного коммунизма и частично вернуться к капиталистическим приемам управления экономикой. Страна устала от насильственных методов управления, уравниловки в зарплатах, общей трудовой повинности и обременительных налогов. Чтобы накормить и утихомирить народ, вождь предложил новую экономическую политику – НЭП. В Украине множились крестьянские восстания. Их рассчитывали утихомирить после предоставления народу частных предпринимательских инициатив. Они, особенно мелкие, сделают возможным товарооборот, улучшат финансово-экономическое положение и уменьшат социальное напряжение. НЭП давала возможность многим подпольным дельцам выйти из тени. Показывались скрытые буржуазные круги. Это должно было вывести наружу тех, кто был в социально-экономическом подполье во время НЭПа. НЭП был с темчасовым выступом, поскольку стало зрозумимо, что… НЭПа-то было временное отступление, поскольку стало понятно, что форсированными методами построить социализм в разоренной, отсталой России будет невозможно. Надо было поднять экономическую базу, а потом снова браться за построение социализма. В условиях однопартийного тоталитарного режима такое управление, как свободный рынок, абсолютно не работает. Было огромное противоречие между экономической и политической системой. Идеологи НЭПа в первую очередь сделали ставку на возрождение частной торговли и товарно-денежных отношений в стране. Все это не разрешалось политикой военного коммунизма. В крупных городах открываются торговые биржи. В 1924 году в обращение вводят червонец. Он приравнивался к 10 золотым рублям и вскоре стал конвертируемой валютой. Малые и средние предприятия перешли в частные руки. В Украине, как грибы после дождя, растут кооперативы и артели. Это формирует в стране малый и средний бизнес. Государство, по сути, отстранилось от управления основной частью экономики, оставив за собой право контролировать лишь тяжелую промышленность, экспорт, связь, транспорт и банки. Самое главное – это экономическая самостоятельность предприятий. То есть предприятия, выпускающие определенную продукцию и работающие в определенной отрасли, объединялись в тресты. Они перешли на самоокупаемость. Они выпускали свои акции, которые продавали на рынке. Они отвечали за свои долги, определялись с поставщиками, искали сбыт продукции. Но, конечно, был определенный государственный заказ. Также платились налоги. В остальном же это полная экономическая самостоятельность. Средние предприятия могли сдавать в аренду частным лицам. Мелкие вообще переходили в частную собственность. Раньше политика военного коммунизма такого вообще не предусматривала. Ведь любая частная собственность была вообще невозможна. НЭП предусматривал и привлечение иностранного капитала. Промышленные объекты и полезные ископаемые могли сдавать в концессию иностранным компаниям. Например, в добыче серебра и марганца приблизительно 60% предприятий принадлежали иностранным концессиям. Для того, чтобы поднять страну из руин, нужны были инвестиции и материальный интерес людей. Стимул для продуктивной работы. Большинство промышленных предприятий страны перешли на хозяйственный расчет. То есть они получали прибыль, которой сами и распоряжались. Также отменили всеобщую трудовую повинность. Исчезла уравниловка в зарплате. Доход простых граждан зависел от результатов труда. С точки зрения экономики это было послабление. Буржуазным элементом позволяли заниматься дробным, средним бизнесом. С точки зрения экономики это было послабление. Буржуазным элементом разрешили заниматься мелким и средним бизнесом. Речь не шла о крупных корпорациях. Государственная монополия сохранялась за экспортно-импортными операциями. А вот малый и средний бизнес, конкретные фермеры, крестьяне, ремесленники, торговцы, имели возможность заниматься своим делом. Производить, перерабатывать и продавать. Я бы охарактеризовал, что НЭП это была политика мелкой экономики. Глоток свежего воздуха во время НЭПа получила и стратегическая отрасль Украины. Сельское хозяйство. Неподъемную продовольственную разверстку заменили в два раза меньшим налогом. Теперь крестьянам не нужно было в принудительном порядке отдавать запасы зерна и других товаров по государственным крайне низким расценкам. А рыночная торговля не запрещалась и не рассматривалась как спекулятивная. Аграрные кооперативы арендовали землю и могли свободно нанимать работников. В годы военного коммунизма такого нельзя было сделать. Продовольственная разверстка – это часть сельхозпродукции, которую крестьяне должны были ежегодно отдавать государству. Это было практически выкачивание продукции из села. Продовольственный налог ослабил ситуацию. Таким образом, людям можно было планировать свою экономическую жизнь. Это была определенная уступка, чтобы модернизировать экономические процессы, оживить быт крестьян и дать им возможность выжить в голодные 20-е годы прошлого века. Это позволило крестьянам, заплатив определенную сумму налогов, дальше самостоятельно распоряжаться своим урожаем. Крестьяне начали отдавать государству наполовину меньше урожая. И главное, люди могли распоряжаться остатками урожая. И это привлекало крестьянские массы к большевистской партии. Это главная причина, почему угомонилось крестьянско-партизанское движение в Украине. Во временной АПАМ с 1921 по 1927 годы в сельском хозяйстве Украины частники начали обрабатывать на 10% земли больше, чем в 1913-м. А украинская промышленность вышла на тот уровень производства, который был до начала Первой мировой войны. Это позволило советской власти найти больше сторонников среди народных масс. Это дало толчок для того, чтобы большевистская Россия, в том числе оккупированная ее Украина, не стали в экономический ступор. Это спасло большевиков от коллапса и оживило жизнь в стране. Дало некую отдушину, чтобы потом двинуться к социализму с новой силой. С помощью НЭПа Советскому Союзу удалось выйти из экономического кризиса, снять социальное напряжение в обществе и частично завоевать доверие на международных рынках. Но такая свободная экономическая политика не могла долго существовать в условиях тоталитаризма. После смерти Владимира Ульянова Ленина власть перешла в жесткие руки Иосифа Сталина. Его политика и марксистская идеология привела к скорому сворачиванию НЭПа. Контроль над всеми сферами жизни вновь возвращался в руки коммунистического режима. В Советском Союзе НЭП был обречен. Большевики расценивали новую экономическую политику в рамках тактики «один шаг назад, два вперед». То есть накормить и закрыть рот голодным, а затем уничтожить своих политических оппонентов. Поэтому НЭП очень быстро закончился. Однако он, как политическая мера, позволил режиму большевиков укрепить свою социальную базу. НЭП сворачивался постепенно, но достаточно быстро. И фактически это было припинено свободу предпринимательской деятельности. НЭП сворачивался постепенно, но достаточно быстро. И фактически это было прекращение свободы предпринимательской деятельности. Это было сделано достаточно резко с помощью новых законодательных актов и репрессий. В силу вступала сталинская концепция развития государства через индустриализацию и плановое хозяйство. Таким образом, все эти процессы, которые были во время НЭПа, свернули из-за диктата партии. Свободному предпринимательству пришел конец. Политика НЭПа работала не только в экономическом направлении. Она позволила большевикам выявить так называемые классовые элементы. Те, кто во время политики военного коммунизма ушел в тень, теперь оказался под колпаком спецслужб. Успешные предприниматели, торговцы, аграрии стали первыми жертвами репрессии. Зачистка тех, кто успел разбогатеть, проводилась очень просто. Кого-то в тюрьму, кого-то расстрелять, а все их имущество национализировать. Таким образом, метод Иосифа Сталина был прост, но очень эффективен. Под эту волну можно было убирать и политических конкурентов. Здесь, конечно, были разные интриги, которые в итоге создали сталинскую вертикаль власти. То есть это было начало построения сталинского хозяйства. Имущество НЭПовцев изымалось в пользу государства. Их начали называть «новой буржуазией», которая якобы пьет кровь трудового народа. Частные артели и кооперативы закрывались, людей загоняли на фабрики и заводы, а крестьян — в коллективное хозяйство. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали или отправляли в ссылку. Начинался затяжной этап командной экономики. Всеми ресурсами Украины теперь распоряжалась центральная власть в Москве. Впереди советскую Украину ждали голод, репрессии и война. Но это уже другой лабиринт истории.